Количество жалоб на температурный режим в домах города Ленска значительно сократилось. Это стало возможным благодаря внедрённой три года назад системе мониторинга на главном теплоснабжающем объекте города. Подробности в сюжете далее. Коллектив Ленского предприятия тепловых и электрических сетей, который обслужит большинство объектов города, проводит нынешний отопительный сезон без сбоев. Помогает внедрённая в 2014 году автоматизированная система дистанционного управления объектов теплоснабжения, известная как диспетчеризация. Она позволяет удалённо управлять работой котельных. Автоматизация ещё включает в себя каскадное регулирование. Это подключение по мере снижения температуры наружного воздуха, подключается дополнительно автоматически, и дополнительно включается в работу котло-агрегаты для того, чтобы повысить температуру теплоносителя, подаваемого нашим жильцам. Если до внедрения системы диспетчеризации на каждой из котельных дежурили операторы, то теперь ситуация в корне изменилась. Каждые четыре часа на объекты выезжают специалисты, контролирующие работу оборудования. Это электрики, слесари контрольно-измерительных приборов и мастера газовой службы. Операторам котельных приходится лишь дистанционно наблюдать за параметрами работы объектов теплоснабжения. Это стало возможным после перевода котельных предприятия на газ, который предусматривал внедрение системы удалённого доступа. В течение рабочей смены мы отслеживаем правильную работу оборудования, следим за температурным графиком, записываем, фиксируем параметры давления, подача и так далее. Сейчас перед Ленским предприятием тепловых и электрических сетей стоит очередная задача. Уже готов проект по прокладке оптоволоконного кабеля и созданию собственной комплексной системы диспетчеризации, которая объединит разрозненная локальная система. Это позволит управлять всеми производственными объектами предприятия из одного центра. Работы начнутся уже в этом году. Сергей Борисов, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Сергей Борисов, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край»